Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацитурян на Первом медицинском канале. Черняк Борис Викторович, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биоэнергетики клетки Института физико-химической биологии имени Белозерского МГУ. Окончил биологический факультет Московского государственного университета в 1976 году. Объект научных исследований Бориса Черняка – митохондрии живых клеток. Вместе с сотрудниками лаборатории им опубликовано более 200 высоко цитируемых статей в научных журналах. Борис Черняк работал в Германии, США, Франции и Италии. В настоящее время, кроме руководства лаборатории, он занимается лекторской деятельностью, читает курсы на двух факультетах – биологическом и факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ. Борис Викторович Черняк, студия медицины «В контексте». Здравствуйте. Добрый день. Исходя из эволюционного контекста нашей программы, я предварю ваш рассказ напоминанием об одной популярной гипотезе. Конечно, вы ее знаете. И гипотеза такая. Несколько миллионов лет назад одна бактерия была поглощена одной клеткой, далеким нашим, очень далеким предком, а именно предком первой эукариотической клетки, то есть клетки с ядром, и пришлось им хорошо вместе стало им. И вот эта вот бактерия со временем превратилась в митохондрию. Если это поглощение действительно было, оно оказалось очень полезным, потому что митохондрии обеспечивают энергией все организмы, имеющие клетки с ядом, все эукариотические организмы. Но современные исследования показывают, что митохондрии задействованы в очень важных жизненных процессах, и не просто тем только, что они поставляют для клеток молекулы с богатыми энергетическими связями, АТФ. Есть и другое их участие, и другие аспекты этого участия. В частности, недавно была установлена связь между старением, метаболизмом и противораковой активностью Т-клеток иммунной системы. И эта связь опосредована митохондриями. О фундаментальных аспектах взаимодействия митохондрии с иммунитетом, о фундаментальных аспектах этой связи сегодня и пойдет речь. Пожалуйста, Борис Викторович, вам слово. Спасибо большое. Но я буду говорить не о Т-клетках, а о врожденном иммунитете. Это не Т-клеточный иммунитет, а иммунитет, который опосредован нейтрофилами, макрофагами и так далее. И название лекции, которое вы здесь видите, оно состоит из двух частей. Врожденный иммунитет и митохондрия – это то, о чем я буду говорить большую часть лекции. А по поводу жизни и смерти, если останется 5 минут, я поделюсь некоторыми не вполне очевидными соображениями. Если какие-то возникнут вопросы и идеи еще лучше, то я очень рад буду получить ваши отклики по вот этому адресу. Начнем с того, что я напомню, как появилось представление о врожденном иммунитете. Оно возникло благодаря Чумечникову, который в 1875 году открыл фагоцитарный иммунитет и понял, что это и есть один из механизмов защиты от всяческих патогенов и всяческих внешних вторжений. И на этой основе он построил свою теорию иммунитета, которая отчасти оказалась верна и поныне. А следующий такой фундаментальный вклад в представление о современной оброжденном иммунитете внесли Чарльз Дженуэй и наш соотечественник Руслан Меджуитов. Дженуэй в начале 90-х годов, в конце 80-х, сформулировал концепцию о том, как наш организм распознает чужеродные вторжения, патогены, которые инфицируют организм. Он предположил, что распознаются специфические консервативные структуры, которые получили название паттернов. И эти паттерны патогенов, или сокращенно пампы, они общие для очень больших групп патогенов, микроорганизмов и макроорганизмов, которые вторгаются в наш организм. И узнавание этих паттернов с помощью специфических рецепторов лежит в основе врожденного иммунитета. А Руслан Меджуитов, наш замечательный соотечественник, уехал к Дженуэй в постдоке, и в 97-м году отклонировал и определил первый рецептор, который узнает вот эти паттерны патогенов, который получил название тол-лайк рецептора. В частности, он тол-лайк рецептор 4-й отклонировал, и это потом выяснилось один из основных компонентов врожденного иммунитета. Система врожденного иммунитета, для нее характерны основные свойства здесь перечислены. Во-первых, это очень древний механизм. Рецептором врожденного иммунитета, некоторым рецептором около 500 миллионов лет, можно примерно прикинуть. Это очень быстрый ответ, в отличие от Т-клеточного и антительного иммунитета. Это иммунитет, который основан, как я уже говорил, на распознавании очень таких консервативных паттернов, количество рецепторов очень ограничено. Их всего около 100 штук. И у этого иммунитета нет памяти. Он каждый новый раз инфекцию воспринимает заново, в отличие от адаптивного иммунитета. То есть это система оперативного реагирования. Это оперативное реагирование, и это реагирование беспамятное. Каждый раз как заново реагирует нам. Рецепторы врожденного иммунитета, их несколько больших групп, три, вернее, большие группы. Во-первых, это те самые тол-лайк рецепторы, о которых я только что говорил, их около 10 штук у человека. И это мембранные рецепторы. Они на мембранах каких-ли? Они в основном на плазматической мембране, но есть рецепторы, которые называются ТЛР-9, которые на мембранах внутриклеточных. И есть растворимые цитоплазматические рецепторы, которые называются нод-лайк рецепторы. И они образуют онфломосомы, о которых я еще сегодня поговорю. И, наконец, есть специфические цитоплазматические рецепторы РНК и ДНК, которых несколько штук, которые определяют, прежде всего, антивирусный иммунитет. Очень важным свойством врожденного иммунитета является то, что он узнает вовсе не только патогены. Кроме вот этих паттернов, патогенов, которые называются пампы, существуют еще дампы, Damage Associated Molecular Patterns. Это молекулы, которые высвобождаются из клеток в ответ на повреждения или в ответ на воспалительный какой-то стимул, и которые распознаются теми же самыми рецепторами врожденного иммунитета, что и патогены, или некоторые из них распознаются специфическими рецепторами, но тоже рецепторами, имеющими отношение к врожденному иммунитету. И этими молекулами они могут появляться в крови в ответ на, скажем, массированные травмы, например, при хирургических вмешательствах или при масштабных ожогах или при сепсисе, например. И это самые разные молекулы. Это могут быть и белки, и нуклеиновые кислоты, и АТФ в частности. И выходят они из самых разных клеточных компартментов. Оказалось, что они выходят в кровь не только при повреждении клеток, но иногда выбрасываются активно из клетки. То есть это такая специфическая реакция, которая нужна, по-видимому, для того, чтобы облегчить заживление каких-то ран внутри организма, которые помогают заживлять врожденный иммунитет. Ну и, как я уже говорил, распознаются они как рецепторами пампов, так и рецепторами, которые специфическими рецепторами. В ответ на распознавание этих рецепторов и пампов, и дампов происходит довольно такой унифицированный ответ клетки, самых разных клеток, не только клеток иммунной системы. Это могут быть клетки эпителия, клетки эндотелия сосудов, другие клетки. Все они отвечают примерно одним и тем же способом, с некоторыми вариациями. Основные ответы – это экспрессия и секреция воспалительных цитоокинов, то есть молекул, которые выходят в кровь, и которые служат таким сигналом воспаления для других клеток. Это продукция активных форм кислорода, о которых я сегодня буду много говорить, и окисиазоты, но это секреция медиаторов воспаления, таких как ликстриены, простагландины и другие липидные медиаторы. И это экспрессия, секреция интерферонов, это антивирусный иммунитет. Теперь, давайте я напомню, что такое митохондрии, как вы правильно сказали, они произошли от прокариот, от симбиотического микроорганизма, и сомнений в этом практически никаких нет. Но хотя и доказательств строгих невозможно просто их получить. Доказательства основаны на биоинформатике, скажем так. Ну, конечно, прямого доказательства. Ну, прямого имеем. Я согласен. Значит, это автономные органеллы, у которых имеется, собственно, генетический аппарат. У них имеется своя ДНК, свои рибосомы и так далее. Она, митохондрия отделена от стоплазмы двумя мембранами, внешне и внутренне. Внутренне образуют такие складки, поэтому имеют очень большую площадь. И на самом деле митохондрия не такие сардельки, как здесь нарисовано, а чаще всего образуют довольно сложную и динамическую сеть в клетках. Вот это фибробласт, а это клетка дрожжей. Вы видите, что митохондрия образует такую довольно сложную сеть. Сеть эта динамическая, она может распадаться на отдельные вот такие мелкие фрагменты, в частности, при делении клеток она распадается на эти мелкие фрагменты каждый раз при метозе, просто для того, чтобы митохондрии могли разделиться между дочерними клетками. Основная функция митохондрии, это, как вы правильно сказали, обеспечение клеток энергии в виде АТФ. И происходит это благодаря тому, что все основные питательные субстраты, которые клетка получает, они унифицируются и попадают, в конце концов, в виде ацетилкэзима в цикл Крепса. Цикл Крепса локализуется в митохондриях, и продуктами цикла Крепса являются восстановленные соединения, прежде всего, на ДАЖ, которые являются субстратами для электронно-транспортной цепи. Электронно-транспортная цепь окисляет эти соединения, переносит электроны на кислород с образованием воды, и сопряженно с этим образуется АТФ, это называется окислительное шифрилирование. Кроме этого, как в дальнейшем станет ясно, очень важно для жизни клетки, при переносе электронов по дыхательной цепи происходит утечка электронов на кислород, и образуются активные формы кислорода, кислородные радикалы. При переносе не пары электронов, а одного электрона на кислород образуются радикалы. Эти радикалы играют очень большую роль в регуляции жизни клетки. Об этом я буду сегодня много говорить. Основными механизмами, в которых участвуют эти митохондриальные активные формы кислорода, кроме врожденного иммунитета и воспаления, о котором я сегодня буду рассказывать, надо отнести сигналы от ростовых факторов, регуляцию цицкелета, апоптос, программированную гибель клетки, автофагию и многое-многое другое, о чем я говорить сегодня не буду. Давайте вернемся к иммунитету. Сначала про антивирусный иммунитет поговорим. Как я уже говорил, вирусные РНК и ДНК узнаются специальными растворимыми в цитоплазме белками, рецепторами этих молекул, а потом эти рецепторы связываются с гигантским комплексом, который монтируется на молекулах, которые называются MAPS, это Mitochondrial Antivirus System. Эти молекулы крепятся к внешней поверхности митохондрии и служат таким штативом, на котором собирается громадный комплекс, который состоит из множества адаптерных белков, и которые дальше передают сигнал на интерфероновый, синтез интерферонов, и на синтез провоспалительных цитокинов, основные антивирусные ответы. Важно еще отметить, что этот комплекс располагается не просто на поверхности митохондрии, а в специальном очень месте, в такой щели между митохондриями и эндоплазматическим ретикулом. Это очень важное место, которое вообще очень за многое отвечает в клетке и очень активно изучается. И что особенно важно для нас, это не просто митохондрии играют роль подставки для всего этого комплекса, а они активно регулируют работу этого комплекса. И в частности, вот те самые активные формы кислорода, о которых я говорил, они по виду необходимы для того, чтобы полноценно активировалась вот эта вот система сигналинга в ответ на узнавание вируса. И интерферонового сигналинга, и воспалительных цитокинов. вирусы, как известно, очень активно приспосабливаются ко всем защитным механизмам в клетке. И в частности, они очень активно атакуют, многие вирусы активно атакуют эти самые мафсы и стараются победить эту систему. Но кроме того, особенно изысканные вирусы еще атакуют непосредственно митохондрии. и добиваются того, чтобы митохондрия раздробилась. Из этой длинной сети образовались эти отдельные мелкие сортельки. И это приводит к тому, что нарушается связь митохондрии с эндоплодматическим ретикумом и теряется способность митохондрии активировать вот эти самые комплексы. И это многие вирусы этим пользуются. Что касается антимикробного иммунитета, антивирусный иммунитет присущ самым разным клеткам, не только иммунным, но и клеткам эмпетелия, эндотелия и так далее. Что касается антимикробного иммунитета, тут главную роль играют нитрофилы и макрофаги. Нитрофилы это такие солдаты иммунитета, которые живут недолго, несколько часов или там в некоторых условиях могут порядка суток жить и быстро погибают, но зато хорошо вооружены. У них имеется целый набор средств для борьбы с инфекцией. Прежде всего они способны фагоцитировать микробы. Кроме того, они могут выбрасывать гранулы, содержащие литические ферменты, а также выбрасывать активные формы кислорода и создавать так называемый окиснительный взрыв. И наконец, если это не помогает, то у них есть удивительный способ покончить с собой и выбросить весь свой хроматин, то есть ДНК, инкрустированную белками, и образовать так называемые внеклеточные ловушки или НЕЦе. И эти ловушки, затем к ним прилипают бактерии, это считается такой способом... То есть они как бы жертвуя собой, они заманивают. такой ловят бактерии в своей сети и это, по-видимому, имеет важное значение для защиты от инфекции. И наш маленький вклад во всю эту науку состоял в том, что мы показали, я расскажу потом в двух словах как именно, что митохондриальные активные формы кислорода, по-английски это ROS сокращается, reactive oxygen спишется, они участвуют во всех механизмах антимикробной защиты, которые присущи нейтрофилам. Кроме того, эти митохондриальные радикалы блокируют апоптос нейтрофилов, то есть они продлевают жизнь нейтрофилам. И это очень неожиданно было, потому что вообще обычно эти радикалы способствуют апоптосу. А в нейтрофилах всё наоборот, они подавляют апоптос, и в результате при появлении микробов нейтрофилы живут дольше, они получают большую возможность для уничтожения заразы. Эту картинку я вставил для красоты, это раскрашенная фотография со сканирующего электронного микроскопа, где видно вот этот нейтрофил, это то, что он из себя выбросил, вы видите, насколько это больше, чем его собственная тельца, а зелёненьким покрашены микробы, которые на него налипли. И действительно это можно на сканирующем микроскопе. То есть налипает на то, что он выбросил. Расплетается, для этого оно ещё расплетается? Он расплетается, хроматин, специальным способом расплетается, непросто, очень непростым способом рвётся ядро, рвётся плазматическая мембрана, и для всего этого какой из него нужны митохондриальные активные формы кислорода. что-то вроде липкой ленты для мух, о которых уже все забыли. Совершенно верно, и именно так это и работает. Причём выясняется, что это абсолютно критично для очень многих ситуаций иммунного ответа. Более того, например, всем нам знакомый гной в значительной степени состоит из этих самых гнетов. А также сон, который мы по утрам из глаз вычищаем, он тоже состоит в основном из вот этого. Надо сказать, что, как все реакции иммунного ответа, о которых я буду говорить, кроме своей несомненной пользы, они внесут изрядную опасность для организма. В частности, вот эти неты, они очень опасны, потому что могут стимулировать тромбозы. Я об этом тоже несколько слов скажу потом. Это что касается нейтрофилов. Макрофаги, это гораздо более сложные клетки, они живут долго, и они гораздо более сложно устроены, гораздо более разнообразны по своим функциям. Прежде всего, макрофаги могут существовать в двух таких состояниях, которые, одно из них больше антивоспалительное, другое более провоспалительное. и те, которые находятся в антивоспалительном состоянии, их главная функция это уничтожение трупов апоптотических клеток. В частности, тех же самых нейтрофилов, которые пали в бою, их подбирают макрофаги, это способствует разрешению воспаления, завершению воспалительного процесса. А макрофаги в воспалительном своем состоянии, их главное свойство выбрасывать провоспалительные цистокины. Прежде всего, интерлекин-1-бета это такой очень важный воспалительный цистокин, который потом дальше выпускает очень многих разных воспалительных процессов. И вот относительно недавно было показано, что превращение макрофагов из провоспалительных в воспалительные в значительной степени зависит от митохондриальных активных форм кислорода. По-видимому, в значительной степени это определяется такой штукой, которая называется инфломосома. Инфломосома это такой очень сложный многобелковый комплекс, функция которого состоит в том, чтобы превратить предшественник интерлекина-1-бета неактивный в активный интерлекин-1-бета. Делается это путем протеолиза с помощью специальной коспазы, но это не аптезическая коспаза, а специальная коспаза, которая нужна для иммунного ответа. Это первая или одиннадцатая коспаза. И вот оказалось, что эта самая инфломосома, она точно так же, как эти самые антивирусные защитные комплексы, она тоже крепится к митохондриям, она собирается на поверхности митохондрии, и тоже в той самой щели между митохондрией и ретикумом, о котором я говорил, и так же, как эти самые мавсы, стимулируются активными формами кислорода, которые вырабатываются в митохондрии. Не только многими другими компонентами митохондрии, но в частности активными формами кислорода. И это критический момент вообще во всей деятельности макрофага, потому что продукция интерликида 1-бета это его главная воспалительная функция. Кроме активных форм кислорода, митохондрии и другими способами могут регулировать иммунный ответ в макрофагах. В частности, субстраты цикла Крефса, янтарная кислота сукцинат и лимонная кислота цитрат, они в разной направленно могут влиять на воспалительный статус макрофагов. Если сукцинат стимулирует воспалительный ответ, стимулирует продукцию интерликина 1-бета, то цитрат, наоборот, подавляет этот процесс. Это тоже относительно недавнее достижение. Сейчас появилась целая область науки, которая называется иммунометаболизм, который изучает как раз все эти очень непростые процессы. Как я уже говорил, реакция иммунного иммунитета это, конечно, дело очень полезное и нужное нам, и защищаться от микробов и от прочей инфекции нам нужно, но, как часто бывает, защита приносит больше вреда, чем сама атака. И это тот самый случай врожденного иммунитета. Все мы прекрасно знаем, что воспаление это то, с чем надо бороться, потому что кроме своей полезной функции уничтожения микробов, она наносит нам такой вред, который часто бывает несоизмерим с тем, что могут причинить сами микробы. И, соответственно, вполне актуально, как вы знаете, бороться с воспалением и целая фармакопия существует антивоспалительных средств. Как я вам показал, митохондрии играют важную роль в воспалительном сигналинге. Таким образом, атаковать митохондрии и попытаться отключить вот этот воспалительный сигналинг, которым они участвуют, это очень может оказаться такая благородная задача. Как это сделать, до последнего времени было не очень понятно. И относительно недавно были разработаны очень эффективные средства, которые позволяют с митохондриальными активными формами кислорода баррелцы, так называемые митохондриально направленные антиоксиданты, о которых я сейчас немножко расскажу. Значит, в основе их разработки лежит открытие, которое было сделано в конце 60-х годов Лавен Петровичем с Кулачем и Арсеньевичем Либерманом, который, к сожалению, нас покинул уже, которые обнаружили, что вот такого типа молекулы это заряженные молекулы, которые окружены, где заряд окружен такой большой гидрофобной шубой. Положительный заряд или отрицательный заряд, что эти молекулы, несмотря на то, что они несут заряд, они способны проникать через мембрану. Вообще ионы просто так через мембрану не проникают. А вот эти молекулы проникают. И это оказалось исключительно полезным инструментом для изучения митохондрии, особенно катионы, потому что митохондрии внутри заряжены отрицательно. И они приобрели необычайную популярность, их очень активно использовали в исследованиях митохондрии, они даже получили название скулачев-ионы в литературе. И гораздо позже, через много лет после этого, уже в середине 2000-х годов сообразили, что можно использовать эти скулачевские катионы для того, чтобы доставлять что-нибудь полезное в митохондрии. В частности, антиоксиданты. И сделали вот такие молекулы, где на одном конце вот этот катион, который может проникать через мембрану, на другом конце антиоксиданта еще есть связывающий такой линкер. Метахондрия это единственное место в клетке, где заряд внутри отрицательный по отношению к цитоплазму. И потенциал на метахондриальной мембране довольно большой, разность потенциала около 180 миллилитов. Это в несколько раз больше, чем потенциал на плазматической мембране клетки, который тоже, кстати, в правильную сторону набрал, но он тоже минус внутри по отношению к внешней среде. Поэтому такая молекула, она эффективно проникает в клетку и потом избирательно и очень эффективно копится в метахондриях. И таких молекул было синтезировано немало. Вот здесь некоторые представители. Вот эта молекула, которая получила название СКК-1, о которой я дальше буду говорить, есть аналоги, где имеется флуоресцентная группа, которая позволяет следить за этой молекулой, а еще множество других вариантов. Мы показали на клеточных культурах, что эти антиоксиданты метаноправленные действительно копятся в метахондриях. Вот здесь показана колокализация этого антиоксиданта с краской флуоресцентной, которая избирательно красит метахондрии, вы видите, что полностью совпадают красный и зеленый. И оказалось, что они очень эффективно подавляют продукцию активной формы кислорода в метахондриях. и дальше мы ими пользовались уже как инструментом для того, чтобы попытаться подавить воспалительные ответы, которые зависят от метахондрии. Начали мы с модели заживления ран у старых животных, старых мышей. Известно, что у старых мышей раны заживают гораздо медленнее, чем не только у мышей, но и у мышей особенно, гораздо медленнее, чем у молодых. У молодых они заживают так быстро, что этот процесс практически невозможно ускорить. Если это небольшие раны, как вот здесь нарисовано, то они заживают за пару дней уже практически полностью. А у старых мышей они заживают намного медленнее. Оказалось, что если старых мышей поить раствором, содержащим наш антиоксидант, то заживление раны у них становится примерно как у молодых. И это оказалось, когда мы сделали гистологию, посмотрели, как устроены эти раны и что там происходит, оказалось, что этот эффект в основном определяется антивоспалительным действием. Заживление раны начинается с воспаления, чем быстрее это воспаление закончится, тем быстрее заживет рана. И добавление в воду, которую пьют мыши, нашего антиоксиданта приводило к тому, что вот эта воспалительная фаза рано заживления окончилась гораздо быстрее. Дальше мы решили проверить гораздо более сложную модель, модель системного воспаления. Значит, в воспалении очень важную роль играют не только клетки иммунной системы, не только лейкоциты, но и эндотелий сосудов. Эндотелий сосудов создают барьер между клетками иммунной системы и тканью. И для того, чтобы, собственно, создался очаг воспаления, клетки иммунной системы должны проникнуть, нейтрофилы, в частности, они должны проникнуть через эндотелий по ткани. Для того, чтобы это произошло, на эндотелии должны появиться специальные молекулы, так называемые молекулы адгезии, которые узнают нейтрофилы, нейтрофилы к ним крепятся. Затем происходит то, что называется роллингом, они катятся по эндотелию и находят место, где можно пролезть. И дальше, опять же-таки, при активном участии самого эндотелия происходит разборка контактов между клетками эндотелия, которые позволяют туда проникнуть нейтрофилу. Поэтому эндотелия это важнейший орган, можно сказать, ткань, которая участвует в воспалительном процессе, особенно системном воспалении. И очень такой яркой и острой моделью метрофилы оказалось, что митохондриальные активные формы кислорода, которые можно подавить с помощью наших антиоксидантов, они критически важны для активации эндотелия и для того, чтобы через него начали пролезать нейтрофилы. наши антиоксиданты подавляют экспрессию молекул адгезии, о которых я говорил, и подавляют выработку воспалительных цистокинов, которые тоже могут образовываться в эндотелии, и подавляют разборку межклеточных контактов. Мы все это подробно исследовали в клеточной модели, я не буду про это рассказывать, а дальше мы поставили острый опыт, промоделировав системное воспаление. Это модель того, что сейчас всем хорошо известно, называется цистокиновый шторм. Сейчас он на слуху в связи с ковидом, а вообще это то, что случается например при сепсисе, например при массированных травмах, при хирургических операциях, это очень тяжелое состояние, которое называется системный воспалительный ответ, systemic inflammatory response синдром, или СИРС. И причиной возникновения этого СИРСа является, во-первых, активация иммунных клеток, а во-вторых, активация эндотелия. Все это вместе приводит к этому цитокиновому шторму и так далее. И предположительно, учитывая все, что я вам рассказывал раньше, можно было предположить, что митохондрия активно участвует во возникновении этого шторма и этого синдрома. Чтобы его смоделировать, мы мышам в кровь, в вену вводили один из главных провоспалительных цитокинов, фактор некрозоопухоли. Я здесь забыл написать, здесь должно быть ТНФ, фактор некрозоопухоли. и вводили мы его в таком количестве, что мыши быстро умирали. Вот здесь была введена такая доза, когда за сутки умирало практически все поголовье мыши. Если предварительно мышам вводили наш антиоксидант, то умирало уже не 100% мышей, а только примерно половина. если взять ТНФ поменьше, так, чтобы умирала половина мышей, то наш антиоксидант защищал практически полностью. Это замечательное наблюдение, которое показывает, как можно защититься от максимального системного воспаления с помощью направленных на митохондрии реагентов. Это нужно еще момент поймать, чтобы это воспалительная реакция, которая должна идти. Это верно, но, например, если вам предстоит тяжелая операция, особенно сердечная кардио на открытом сердце, особенно операция, они с очень большой вероятностью приводят к этим осложнениям. Это очень большая проблема во всех отделениях интенсивной терапии, в частности при операциях на сердце. И очень, как нам кажется, было бы полезно перед такими операциями провести такую предварительную подготовку. Дело это еще не дошло, конечно, но, по крайней мере, мы пытаемся это привнести в клинику. В клинику, да. Об этом пару слов скажу потом. Вообще, надо сказать, что с избыточным воспалением, связанным, как все, наверное, хорошо знают, массой различных заболеваний. Это и собственно воспалительные заболевания, такие как заболевания кишечника воспалительные, легких, почек, суставов и так далее, а также заболевания, которые непосредственно воспалительными не считаются, но, тем не менее, связаны тоже с воспалением. Это ишемические повреждения сердца и мозга, это рак, это рассеянный склероз, это глазные болезни, это диабет и это старение, которое нельзя назвать в полном смысле болезнью, но, тем не менее, бороться с ним было бы очень неплохо. Об этом я тоже несколько слов скажу. И, учитывая все сказанное, мы в нашей большой такой команде, которая занималась испытаниями антиоксиданта СК Ку-1, мы испытали его действия на самых разных моделях. В частности, вот Егор Плотников, который занимался в основном почками, он показал, что введение СК Ку-1 защищает мышей в модели, когда от ишемического поражения почки они просто погибают. Это специальная модель, одну почку у мышей удаляли, потому что если обе почки, одну можно спокойно повредить, ничего страшного не случится. А вот если мышь с одной почкой и эту почку устроить ишемии, то тут мышь уже не выдержит и помрет. И вот ИСК Ку-1 как вы видите отлично защищал, если в контроле погибало 80%, то здесь не погибал вообще никто. Другая модель это модель ишемического инсульта, фокальной ишемии мозга, этим занимался Денис Силащев, тоже в нашей команде, и он показал, что введение СКК за сутки до операции, до пережимания артерии, которая вызывает ишемический инсульт, резко снижало, во-первых, размер инсульта, а во-вторых, ну вот это видно здесь на этих фотографиях, а во-вторых, снижало неврологический дефицит, который возникает в результате инсульта. И это еще одна такая замечательная демонстрация возможности этих антиоксидантов. Ну и наконец, в коллаборации с нашими коллегами из Стокгольмского университета мы показали, что ИСКК может продлевать жизнь мышам довольно сильно. Надо оговориться, что это были не простые мыши, а специальные мыши мутаторные, которые живут очень недолго. И когда брали нормальных мышей, то есть КАК тоже им продлевал жизнь, но далеко не так ярко, как на этой картинке. Ну и наконец, вся эта кипучая деятельность уничтожилась тем, что были разработаны глазные капли, которые прошли все фармацевтические инстанции, поступили в аптеку уже несколько лет, продаются очень успешно. И капли эти прежде всего помогают от синдрома сухого глаза. Синдром сухого глаза это такое очень неприятное состояние. и возрастное, и характерное для людей, которые очень много смотрят в экран монитора и вообще очень распространенное, особенно почему-то среди азиатов. Вы знаете, я свою собаку лечу этими каплями, он пожилой. Да, от старческих заболеваний глаз они тоже помогают. Старческая катаракта, вот она приходит в какое-то такое состояние терпимое. К сожалению, клинические испытания по этому поводу пока провести не удалось окончательно. Поэтому в инструкции здесь написано, что могут помогать при катаракте, в начальных стадиях катаракты, а также может быть даже при макулодистрофии старческой, но доказательств этого окончательных клинических доказательств нету. На животных такие доказательства получены. Вот на собаках подтверждают. были проведены очень масштабные на самом деле не только ваша собачка получала эти капли. Я знаю. И очень хорошие результаты. Но, к сожалению, провести клинические испытания пока не удалось. Ну и надо здесь отметить, что это все-таки пожизненная препарация. Это надо принимать постоянно. Это пожизненно. Это не так, чтобы это вылечил. Отменишься, через какое-то время все вернется. Это пожизненный препарат. Ничего не поделаешь. Не чудо такое, не серебряная пуля, которая вдруг... Да, но с другой стороны, например, от сухого глаза просто нету лекарств. Ну просто нету, да. И это вообще по-видимому одно из... Или чуть ли не единственное на сегодняшний день. Есть еще некоторые конкурирующие препараты, которые тоже претендуют на то, чтобы лечить сухой глаз. Не просто помогать смачивать роговицу, а лечить сухой глаз. Но наш, по-моему, пока выигрывает это соревнование. Сейчас вот заканчивается его испытание в Америке, если, дай бог, все будет хорошо, то он выйдет уже на международную арену. Значит, заканчивая часть рассказом про Сумировых, можно сказать, что, по-видимому, самые разные заболевания включают в себя воспалительный компонент. Вот здесь нарисована как такая линза, которая, даже если заболевание имеет прямое какое-то воздействие на человека, очень часто есть воспалительный компонент этих заболеваний. и активные формы кислорода митохондриальные, они играют очень важную роль в этом воспалительном компоненте заболеваний. Соответственно, есть надежда, что антиоксиданты того типа, о котором я вам говорил, они могут служить таким универсальным средством для борьбы с самыми разными заболеваниями. это конец такой традиционно научной истории. А дальше я хотел бы воспользоваться случаем, поделиться с вами некоторой не совсем традиционной мыслью и гипотезой, которая состоит в следующем. Значит, как я уже говорил, и как все на самом деле хорошо знают, иммунная система очень опасна для нас, в частности, врожденный иммунитет. И очень часто при самых разных инфекциях, в частности, при ковиде, люди погибают далеко не от того, что делает вирус, а от того, как на него реагирует организм, от того, как иммунная система пытается бороться с самыми разными инфекциями, и вирусными, и микробными, в частности, это бывает при микробных воспалениях легких, и при холерии, например, вообще при самых разных патологиях, инфекциях, ответ иммунной системы намного-намного превышает необходимые как бы рамки и служит основной причиной гибели организма, а вовсе не сама инфекция. И все это хорошо знают, и принято считать, что происходит это от некого несовершенства нашей иммунной системы, системы врожденного иммунизета, что просто она избыточно реагирует, и поэтому приносят нам такие неприятности, с которыми надо бороться. ее не отрегулировали. Вот. Мне кажется, и не только мне, а тем, кто со мной согласен, что идея о несовершенстве, она противоречит вот этим миллионам лет эволюции. И что на самом деле это свойство иммунной системы, которая досталась нам от наших далеких предков. И она не просто несовершенна и поэтому нас убивает, она запрограммирована на убийство макроорганизма, в частности человека. Получилось это потому, что основной функцией иммунной системы, начиная с самой примитивной, которая была у бактерий, и дальше у самых простых многоклеточных эукариот, у губок, например, тоже есть иммунная система. главной задачей была борьба с распространением инфекции, с распространением патогена по популяции. Как мы знаем, задача всякого эволюционно отработанного защитного механизма это не борьба за жизнь конкретного индивидуума, а борьба за жизнь генома, за жизнь популяции, которая несет этот геном. И одним из способов довольно эффективной борьбы с распространением инфекции, распространением эпидемии инфекционной, является уничтожение распространителя этой инфекции. И именно это, по-видимому, начиная с бактерий, было основным или одним из основных механизмов иммунного ответа. У бактерий это давно и хорошо известно. У бактерий при заражении их, например, фагами включается множество механизмов, которые просто бактерию убивают, прекращают ее деление, что для нее идентично гибели. Для бактерий это хорошо известно, не надо никому доказывать, и то, что это происходит, программированная гибель организма, каким является бактерия, это совершенно такое общее место микробиологи прекрасно знают. Когда мы начинаем говорить про более совершенные организмы, многоклеточные, вплоть до человека, то это, конечно, уже не так очевидно. Но как показывают очень многие эксперименты, которые ставятся на животных, если вы подавите в определенных условиях и определенным способом ответ врожденного иммунитета, у вас есть шанс спасти индивидуум от гибели, вызванной системным воспалением, например. Например, сепсисом. Очень хорошие эксперименты поставлены как раз в моделях сепсиса. Достаточно нокаутировать вот эти самые толрецепторы, вот этот четвертый, который Меджинтов открыл. И у вас при сепсисе животное будет выживать. И это, как мне кажется, замечательная демонстрация того, что иммунная система это есть механизм, который запрограммирован на убийство хозяина. На программированную гибель хозяина, которая еще была названа феноптозом, гибелью организма, в отличие от апоптоза, которая гибель клетки, феноптоз это гибель организма. Вот здесь схематически нарисовано, как я это себе представляю, от самых разных несчастий, от инфекций, от травмы, от сепсиса происходит активация иммунной системы, которая в случае, когда активация не запредельная, это приводит к выздоровлению. Все знают, что воспаление это прекрасный защитный механизм, он нужен, чтобы бороться с заразой, чтобы раны заживали, тоже воспаление нужно в определенной степени. но если все это раскручивается до максимального уровня, прежде всего благодаря тому, что образуются не только вот эти пампы, о которых я говорил, не только паттерны, которые приносят патогены, но и дампы, те молекулы, которые выбрасывают наши собственные клетки. Это очень сильная петля активации воспаления. Вот это все ведет к активации специальной программы, которая приводит к гибели макроорганизма. Это гипотеза, конечно. У нее есть две стороны. Одна такая темная, я бы сказал, сторона силы, которая неприятно знать, что в нас сидит такая самоубийственная программа. На собственный враг. Да, на собственный самоубийственный механизм, атовизм, который достался нам от наших предков, и нам он не нужен. Мы уже научились бороться с инфекциями, со многими другими несчастьями, нам не надо погибать, чтобы не распространять заразу в популяции. Но механизм существует, никуда от этого не деться. Но светлая сторона эта гипотеза состоит в том, что если мы научимся побеждать вот эту программу, в частности вот теми с помощью тех способов, о которых я сейчас говорил, то мы победим сразу очень много разных болезней. И не только болезни типа там сепсиса или воспаления легких, но и старость. Со старостью отдельная история. Есть замечательный пример, как подавление иммунитета помогает не стареть. Это летучие мыши. Летучие мыши смутировали у себя основной антивирусный иммунитет. Вот эта система антивирусного иммунитета, о которой я вам рассказывал, у мышей сломана. У них очень много вирусов, они с ними живут спокойно. Они беспрецедентный резервуар вирусов. Никто больше столько вирусов не носит в себе. Коронавирусы это только один из них. Но при этом они прекрасно живут. Они пошли не по пути борьбы с вирусами, а по пути существования. Сосуществование с вирусами. И мало того, что они не болеют, так они еще живут непропорционально долго по сравнению с другими животными такого же размера. Если мышь, например, живет два, максимум три года, то летучим живет десять, а есть рекордсмены, которые живут двадцать и больше лет. Есть такая ночница Бранта, которая живет вообще-то до сорока лет. я думаю, что это не просто случайная корреляция, а что это тот самый случай, когда эволюция решила попробовать отключить иммунную систему и добилась того, что можно жить долго и счастливо. Все, спасибо за внимание. Спасибо вам. Надеюсь, что я вас развлек. В рубрике по скриптам я хотела попросить вас коротко рассказать о такой вещи, как митохондриальная трансплантация. Я наткнулась на критический обзор вашего авторства свежей двадцатого года. Вы, я так понимаю, не вполне поддерживаете этот подход, по крайней мере, в клинической его части. Мягко говоря. Что это такое и почему вы считаете нецелесообразным его внедрение в клинику? Значит, это относительно недавняя история. Несколько лет назад американские хирурги подумали, что если болезнь не связана с повреждением митохондрии, в частности сердечные многие проблемы связаны с повреждением митохондрии, то почему бы нам не добавить в сердце, ввести в сердце нормальные, хорошие, работающие митохондрии и вылечить эту проблему. Сказанное сделано, выделили митохондрии из сердец и стали вкалывать их в сердца, сначала прямо в мышцу, а потом настолько распоясались, что стали просто в кровь вводить митохондрии. и стали получать эффекты, стали получать вполне положительные эффекты. Опубликовали статьи, сначала это все одна лаборатория была довольно долго. Такой человек по фамилии Маккаун в Бостоне в сотрудничестве с не с кем-нибудь, а с Гарвардской Medical School все это проделал и публиковались они в хороших журналах и дошло дело до того, что он уговорил хирургов попробовать ввести митохондрии детям, маленьким детям, новорожденным, у которых был порок сердца. Жили митохондрии, по-моему, пятерым совсем маленьким детям и из этих пятерых, если я не ошибаюсь, двое умерли, причем потом вскрытие показалось, что это вроде бы не от того, что им ввели митохондрии, а от их собственно болезни. Еще я боюсь наврать, один умер, по-моему, чуть погодя, а двое выздоровели, и это был очень большой шум, вышла большая статья в New York Times про то, какое замечательное открытие было сделано, но надо сказать, что, к счастью, больше после этого они таким вещами не занимались, никто, больше никаким молодецам. В чем порок их? Проблема состоит в отчем, митохондрии не может существовать функционально активно в крови. Связано это с тем, что митохондрии, я уже говорил, большой отрицательный заряд внутри, и они способны транспортировать кальций, а кальций у нас в крови много, примерно миллимоль кальция. И показано множество раз и на искусственных средах, и прямо на сыворотке крови, на плазме крови, что если туда поместить нормальную активную митохондрию, то моментально она разрушается очень быстро. Она может сохранять какие-то свои очертания и мембрану, и что-то в этом роде, но она точно теряет свою функциональность как механизм продукции АТФ. А эти авторы все время писали, что вот они проникают в клетку, они там начинают делать АТФ, То есть это чисто физика в общем, да? Да, ну это не совсем физика, это специальный механизм митохондрия существует, который транспортирует кальций, но это нечто, что никак невозможно объехать. Есть несколько вариантов, которые позволяют объяснить вот то, что они видели, но это не совпадает с их собственной интерпретацией. Первое это то, что митохондрии это очень значительный источник вот этих самых дампов. И соответственно введение митохондрии в кровь или в сердце повышает, обязательно приведет к локальному воспалению или если в кровь, то системному воспалению. Если это воспаление небольшое или локальное, например, то это может способствовать заживлению каких-то дефектов или как-то помогать выздоровлению. Исключить этого нельзя. Никто это не доказал. Вторая возможность, которую тоже они не рассматривают, на которой существует. Метахондрия даже не функциональная действительно может проникнуть в клетку, рецепиентную клетку, и может привнести туда свою ДНК. и если проблема рецепиентного клетки состоит в том, что там, например, смутирована или повреждена митохондриальная ДНК, то внесенная туда нормальная ДНК может размножиться и заместить испорченную ДНК. Но это совсем другая история. Это требует, во-первых, очень большого времени. Во-вторых, это довольно редкое событие. Это показано было в эксперименте на клетках, где была вообще выбита митохондриальная ДНК у рецепиентов. И тогда действительно можно было с какой-то вероятностью ее восстановить. Это совершенно не похоже на ситуацию с больными детьми. Или потом это распространилось бог знает на что. Вводят в кровь при болезнях. В общем, этот подход мертворожденным оказался на клинике. Это по-прежнему очень популярно в экспериментах. Очень много людей это делает уже не только в этой лаборатории. При самых разных патологиях, при инсультах, при экспериментальных, при заболеваниях почек, и очень многие получают положительные эффекты. Я не хочу сказать, что они врут. Я хочу сказать, что интерпретация, которую они предлагают вслед за этими пионерами, которые состоят в том, что митохондрии попадают в клетку и восстанавливают там энергетику, потому что они функционально активны и вылечивают поврежденную клетку. Вот это радикально противоречит тому, что все мы знаем про митохондрию. Другие варианты возможны. Я бы не сказал, что это доказано, но они возможны. Спасибо большое, Борис Викторович. Спасибо. Успехов вам. Спасибо большое вам. Спасибо, что позвали. Нам интересно. Я оказался очень хорошей компанией. Спасибо. Спасибо.